здравствуйте продолжим наш урок тема нашего урока была вписанная окружность заданиях и г периметр треугольника равен 12 а радиус вписанной окружности равен одному найдите площадь этого треугольника радиус окружности равен 2 умножить на площадь разделить на периметр используя эту формулу мы выразим радиус выразим площадь нашего треугольника периметр у нас по условию 12 а радиус равен одному отсюда мы получаем что площадь нашего треугольника 1 умножить на 6 равно 6 площадь треугольника равна 24 радиус вписанной окружности равен 2 найдите периметр этого треугольника используя эту же формулу 2 умножить на площадь разделить на периметр мы найдем наш периметр площадь у нас по условию 24 периметр неизвестен радиус равен 2 отсюда периметр нашего треугольника будет равен 48 разделить на 224 сторона правильного треугольника равна корень квадратный из трех найдите радиус окружности вписанной в этот треугольник радиус окружности вписанной в правильный треугольник выражается по формуле а разделить на 2 умножить танген 180 градусов разделить на н в нашем случае н равняется 3 сторона у нас корень квадратный из трех угол 60 градусов танген 60 у нас корень квадратный из трех получаем радиус равен 1 2 или же 0 целых 5 десятых радиус окружности вписанной правильный треугольник равен корень из трех разделить на 6 радиус равен корень из трех разделить на 6 найдите сторону этого треугольника по той же формуле выразим сторону нашего треугольника сторона треугольника равна корень из трех разделить на 6 умножить на 2 танген 60 в нашем случае корень из трех получаем 6 сократить на 2 это 3 3 разделить на 3 единица около окружности радиус который равен трем описан многоугольник площадь которого равна 33 периметр найдите его периметр по той же формуле р равно с раздел 2 площади треугольника разделить на периметр выразим наш периметр периметр площадь у нас 33 периметр неизвестен радиус равен трем отсюда получаем периметр равен 66 разделить на 3 22 около окружности около окружности описан многоугольник площадь которого равна 5 площадь равна 5 площадь равна 5 его периметр равен 10 найдите радиус этой окружности площадь нашего многоугольника равна 5 периметр равен 10 отсюда получаем наш радиус катеты равнобедренного прямоугольного треугольника равны 2 плюс корень 2 2 плюс корень 2 мы знаем что в равнобедренном прямоугольном треугольнике если катеты а и а то гипотенуза будет корень квадратный из а то есть в нашем случае гипотенуза будет равняться корень квадратный умножить на 2 плюс корень 2 по формуле для нахождения радиуса вписанной окружности для прямоугольного треугольника мы получаем сумма катетов минус гипотенуза после раскрытия скобки можно получить 2 корень квадратный из 2 минус 2 если мы раскроем скобки все это разделить на 2 корни у нас исчезают числители получаем 2 2 разделить на 2 1 вот эту формулу еще раз перепишем а плюс б минус цель разделить на 2 катеты на у нас имеются можно найти гипотенузу по теореме пифагора 3 квадрат плюс 4 квадрат это 9 плюс 16 25 из-под корня 5 по той же самой формуле находим радиус к трем прибавить 4 отнять 5 разделить на 2 2 разделить на 2 2 разделить на 2 радиус равен 1 боковые стороны равнобедренного треугольника равны 5 основание равно 6 боковые стороны равны 5 основание равно 6 найдите радиус вписанной окружности радиус вписанной окружности это две площади треугольника разделить на периметр площадь треугольника можно найти определив его высоту здесь у нас половина от 6 3 высота выражается по теореме пифагора 5 квадрат отнять 3 квадрат высота будет равняться 4 площадь нашего треугольника 1 2 сторона умножить на высоту строна у нас равна 6 высота 4 получаем площадь треугольника 12 и подставляя формулу радиуса окружности мы найдем его радиус площадь 12 периметр складываем его стороны получаем 16 сокращаем на 4 после вычислений получаем 1,5 геометрия на клетчатой решетки радиус окружности вписанной в треугольник считая считая что считая что найдите радиус окружности считая стороны квадратных клеток равными единице здесь у нас три клеточки четыре клеточки мы потеряем пифагора здесь будет 5 подставляем в нашу формулу найденные стороны мы получаем ответ 1 сторона ромба равная одному острый угол равен 30 градусов найдите радиус вписанной окружности этого ромба прямоугольном треугольнике ады аж катет лежащий напротив 30 градусов равен половине от гипотенузы в нашем случае гипотенуза 1 то есть высота будет 0,5 наша высота равняется двум радиусом вписанной окружности то есть радиус это половина от высоты 0,5 разделить на 2 получаем 0,25 на этом наше занятие завершается желаю вам успешной сдачи единых государственных экзаменов брон йорп 0,5 2 3